Форвард СКА-1946 Владимир Барабанов на отдыхе освоил не только шашлычную развлекательную тему, но еще и гидротехническую. Плотина — это вызов, который постоянно бросает нападающему оборону соперника. Надо ее прорвать. Одноклубник Барабанова Егор Ващенко тоже связан со стихией воды. Правда, он ей не противостоит, он в ней наслаждается. Но закончились беззаботные дни, началась предсезонка, и все эти красивые образы должны быть забыты ради большого дела. Хотя в главную команду у Петербурга местные воспитанники пока еще не проложили широкую дорогу, мотивация у молодежи должна быть сумасшедшей. Ведь сейчас в северной столице аж три команды выступают в МХЛ. У СКА-1946 есть самые ближайшие конкуренты — Серебряные Львы и Динамо. Дерби всегда будоражит, заводит и заставляет прогрессировать. Дмитрий Анатольевич, добрый день! Добрый день! Дмитрий Анатольевич Фокер, главный тренер ХК СКА-1946. Родился 26 марта 1966 года в Москве. Воспитанник столичного Динамо, выпускник РГАФ. Меня зовут Маша, и мы вместе со съемочной группой приехали посмотреть, как проходят предсезонные сборы СКА-1946. Первый вопрос такой, вы приняли команду прошлой весной, и успели ли познакомиться с ребятами, или этот процесс происходит сейчас? Да, действительно, весной я прибыл в Питер, и сезон заканчивался, они уже где-то моральные и монтальные были в отпуске, поэтому для них немножко тяжеловато было оставаться в Питере, чтобы, как говорится, дожидаться нового тренера и продолжать работать. Тем не менее, нам удалось с помощниками построить работу так, что она прошла, завершая сезон, в такой, я бы сказал, обстановке рабочей. И для игроков это не было утомительно. И параллельно я, в общем-то, знакомился с ребятами. Сильно ли обновился состав по сравнению с прошлым годом, и какой возраст сейчас преобладает в команде? Ну, состав, так сказать, сильно не обновился. Есть игроки, которые мы задрафтовали, они прибыли в расположение команды. Есть игроки, которые ушли в дочернюю команду, как бы, от первой команды этого СК Карелия. И, естественно, мы расстались с ними потом по возрасту. К нам влились игроки из школы. Часть, как говорится, игроков более-менее попадает к нам, так сказать, в обойму. Часть игроков еще немножко сыроватая, но с ними будем работать дальше. Но в основном состав остался прежний. Ваш подопечный Максим Николаев написал в анкете, что главное – это доверие. А вот ваше доверие пока еще никто не подвел? Самое главное, если ты получаешь от игрока его, как говорится, мотивацию, его дисциплину и все остальное, то, что ты хочешь от него увидеть, то, естественно, потом тебе проще с ними работать. Я повторяю, и, в общем-то, повторял, и своим коллегам говорил все-таки команда. Для меня это как песочный домик. Знаете, когда дети строят, если у тебя где-то в одном, как говорится, что-то высыпалось, тебе постоянно надо это собирать, и чтобы он, как говорится, стоял крепеньким. Если кто-то выпадает, его надо быстренько поправить, чтобы он, как говорится, оставался в коллективе. И был фундамент, основа держалась, как говорится, на протяжении всего сезона. Но на данный момент у нас не было никакого-то такого глобального конфликта, чтобы можно было там сказать, что вот они меня подвели и так далее, и так далее. Но это все в процессе работы. Ты с ними разговариваешь, доносишь свои идеи. Согласны они или не согласны, тебе нужно объяснить, что ты конкретно от них требуешь. Если они поняли это, то они будут выполнять. Если они не поняли, нужно еще им это доносить, пока это, как говорится, у них не уляжется в голове. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за такой интересный разговор. Удачи вам в сезоне от всей души. Подскажите, с кем можно пообщаться из ребят, кто расскажет подробнее о предсезонном сборах? Это, наверное, Григорий Ващенко и Владимир Барабанов. Это, в общем-то, воспитанники питерские. Я думаю, ребята, которые могут, как говорится, в будущем достойно выступать. И, возможно, найдут свое место в составе основной команды. Гриф, привет! Привет! Меня зовут Маша, главный тренер, и я вас посоветовал пообщаться с тобой. Поэтому давай скорее переодевайся и поговорим. Хорошо. Давай. Григорий Ващенко, защитник ХК СКА-1946. Родился 29 января 1995 года в Санкт-Петербурге. Хоккеем начал заниматься в 6 лет. Воспитанник хоккейной школы СКА, город Санкт-Петербург. Гриша, привет, еще раз. Расскажи, как эта тренировка прошла интенсивно? Была сильно хорошая интенсивная тренировка. Была тяжеловато после двух выходных. Но в конце уже раскатились. И, в принципе, прошла хорошо. Открой нам секрет, где ты зуб-то потерял? В прошлом году в одной из игр прилетело клюшками зубы. То есть у тебя уже, можно сказать, личный враг есть в алмазе? Это было случайно, так что я не держал зла. Расскажи, как ты провел лето, где был, с кем был? Отдыхал на море среди землянных. В принципе, купался, загорал. И поддерживал себя в форме. Расскажи, как вы проводите свободное время? Что вы делаете, когда нет у вас тренировок на претизонке? Когда нет тренировок, собираемся с семьей, с друзьями. Мы гуляем по городу, любуемся красотами Санкт-Петербурга. Все-таки культурная столица России. И вот сейчас с ребятами хотели бы пройтись по городу. Ну тогда пойдем. Петербург – культурная столица России. И хоккеисты в Петербурге – культурные. Егор Ващенко тут родился, поэтому всю историю Северной Венеции знает наизусть. И не прочь поделиться своими знаниями с партнерами по команде. Здесь мое любимое место в Петербурге. Давайте, ребята, я проведу вам небольшую экскурсию. С удовольствием. С чего начнем? Давайте начнем с генерального штаба. Прошу заметить, что колесницы, в которой мы сейчас лицезреем, изначально не было ее в клане. Вот Александрийская колонна стоит. Ее в свое время поставил в Монферран. И люди поначалу боялись гулять под ней, потому что она держится за счет собственного веса, без опор. И чтобы распустить все слухи, которые ходили в городе, Монферран со своей собачкой любимой ходил здесь по утрам и своим видом показывал, что ничего страшного нет. Ну, а это мое самое любимое место. Это Зимний дворец. Ребят, ну спасибо вам за компанию. Гриш, тебе за такую интересную экскурсию особенно. Я надеюсь, что увидимся уже завтра на тренировке. Конечно, увидимся. Пока-пока, ребят. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok